Ава, с вами главный анимешник Юлий. Привет, его верный помощник, маленький помощник Санта Антон Варсов. Тоже главный анимешник. Мы продолжаем смотреть Джуджо, это четвертая серия. Если вы вдруг не видели первые три серии на моем канале, обязательно перейдите в описание, нажмите на плейлист, все серии по порядку и посмотрите три серии. Три часа замечательных шуток и аниме. Это был я. О, четвертая серия. Мистер Джостер выиграл битву, но при этом все потерял. После трагедии, произошедшей три дня назад, я принес его в госпиталь. Но сейчас он совершенно один. Хоть это и немного, но я хочу дать ему надежду, чтобы он продолжал жить. А теперь Вагон стоит возле больницы и окнам кричит так. Грустит. Нет, он озвучивает свои мысли, потому что лицом... Колбаса, печенье, всем пахнет шоколадом. Ну понятно, то есть, короче, вот спидвагон прям вообще проникся. Я думаю, аниматоры экономят просто на эмоциях, чтобы не рисовать кадры. Они решили просто рот вот так вот делать и озвучивать все эмоции. Мне грустно, я плачу, вот это все. Я смотрел, когда вот какое-то аниме, там, до тех же покемонов. А вот это насколько вообще дешево, супер дешево, да, вот просто вот... Ну, наверное, дешево. Подрисовывать просто рот. Да. Смотри, это женщина, там женщины будут... Ничего себе, я как-то заметил, молодец. Титики. И губы большие. И у нее большие мускулы. Ну, мускулы тоже, да. Какая-то она не сильно женственная. Ой, а это такие? Это все очень круто выглядит, не знаю. Смотри, там какие-то шлема. Вообще... Вот это Джатара, я знаю. Джатара и его стенд. Стенд это что-то они там мы... Мыслями создают. О себе у него. Скорее бы на него цепь какая-то, видел? В середине года дойдем. В комментариях кто-то неправильно считал. Я посчитал правильно. Там считали с выпуском раз в неделю. Я считал с выпуском раз в четыре дня. Два с половиной года, чтобы посмотреть все серии. О, так это немного. Это немного. Это нормально. Если, ребят, вам больше 20, то это время для вас быстро пролетит. Но не смотрите сами. Да, представляете, два с половиной года у вас вот сейчас начинаются бесконечного интереса. Вот это, конечно, было бы это в моем детстве, ребята, конечно. Это лучше, чем просто сериал смотреть. Да, тем более мы здесь в такой дружественной обстановке. Да, мы создаем свое микросообщество с внутренними мемами, словечками и прочим. И все вы к нему приобщены. Будет что обсудить со своими друзьями. Они наверняка тоже смотрят. И вы смотрите, друзья. Овердрайв. Душа. А ну что, что ему сейчас нужно, это добрая душа. Джорджу 19, кстати. Да? Это... Ему 19. Он на 7 лет младшина. Почему? Мы же считали, что ему 23. Ну вот мы ошиблись. Там по сюжету ему 19. И ему, я так понимаю, тоже 19. Это так, пацаны. Пацаны. Это разборка пацанская получается. Мальчишки. Это мальчишки. Слушай, я в 19 лет не припомню, чтобы вот у меня кто-то из знакомых, мы их одногодним отца убить. Забрать деньги, еще что-то. Это, наверное, вот только какие-то, наверное, не знаю. Я в 19 скетчи с ним. Ублюдки. Я в 19, я не помню даже, что... А! С Хованским. Мы пиво пилим, не верим. Вот что было. Здесь середина ночи, но в комнате мистера Джостера говорит. Это было Хованкур. Он такой, эй. Антон Сава. Юрий-сан, мы идем пить пиво. Асаке или что-то можно пить. Огорьё. У него, наверное, телочка. О-о-о. Его там смачивают, чтобы он... Чтобы входил. Это женщина. Хуй ему смачивать. Хуй ему баба. Вот так поднимут за головку и снизу корень протрут. чтобы не потел это мента девчонки его руки распухли за мозгом сжать что она шлюха и тихо делал она испорчена для этих ребят такая трагедия поцеловал какая наивность камнями закидать нужно все ее надо это разорвать лошадьми наверное ли что она все это зашиваться биоматериал непригодный больше с ней ничего сделать она должен быть обрабатывала его ожоги сотни если не тысячи раз тысячи раз обрабатывали десятки тысяч раз для нее это наверно вообще до первую кого он увидел это было работ спидваген стоит такая а если начнется он такой нет не уйду а вата сначала мыслен до все думать как у него мускул а теперь она кровь какие соски а потом будет одна рука у меня не словно а потом будет шептать а потом говорите вы его весь город потом и бить и давайте ну что ж да да вы ебил кучу в нее что вытекал и они такие спидвагон да это я они такие но отец твой конечно он забыл почему ты здесь я помню твое лицо и нет не может быть я знаю что это не может быть но тут и все на нее похож 19 лет и на кого же я похожа и на ирина пэндлтон а кто такая ирина пэндлтон как-то я не могу понять она по моему не из высших не но это девочка но она не не из высших слоев нет это понятно все просто вот вопрос такая это может она в больнице работает не может стрел мать вообще нет не не это подружка его с детства так нет я понимаю я меду кто-то к пендулт не могу не могу понять эту фамилию а это ее ее зовут ирина пэндлтон а блять это она ему так намекнула что это она да 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 вот я дупой и вреда раскачаться наверно ребят я как раз полустого развития качок блять вот чуть же идеальная вот фигура у джорджа прямо для меня вот если таким стану прямо вообще войду в роль тут же вот как ты думаешь ты бы был бы дио ну я бы я меня привлекает не отвергать и стать бессмерт и скорее всего был бы дио я бы был бы джорджа аханский был бы с вагоном и вот весело проводили время квартиру он потом восстал выпил был в грише бычкова кровь восстал бы из мертвых и потом обнял а это интересно кто бы меня протирал взрывов но там много персонажей нужно подождать что что может у нее уже дети есть я не конкурент завтра что он сказал я не конкурент он же хотел проведать его играть ему нужна родственная душа нет я понял или он гей или он гей то есть вот я так понял любят хуйцы раскачанных персонажей очень любит по всей видимости типа посмотрел в щели посмотрят это настоящий джентльмен и любовь у них я ей не конкурент никогда мне не разорвать с этим огромным джорджа как жаль ладно я заведу завтра я вам про сегодня говорил потом зайдет завтра и спидвагон спокойно удаляется рассказчик спидвагон просять у меня просто немного закружилась голова я всегда буду поддерживать тебя наверное стрича он просто горела я не думаю что он вообще что-то почувствовал сколько она весит 40 килограмм упал ему на руку он даже не почувствовал да я думаю что это все равно что знаешь веник на тебя положить вот легко легко может и на палец вот так посадить вот так вот лондон уэс чепилл стрит грязная сучка а это этот джек потрошитель большинство людей связано оковами добродетели они боятся истинного зла я просто шлюх люблю убивать да вырезать им пезды а ты кто а ты к мать тоюх такой добро зло я вообще не задумывался да да чел убивает шлюх а ему тут начинают читать какие-то морали философию о высоком он такой вы кто такие как вы вообще узнали что я убью блять однако есть те кто вырвался из этих на он восстанавливается поэтому колес это злая ты заинтересовал меня джек тьмы тебе стоит повиноваться мне дело набирает стороннюю у тебя великолепную силу с ней ты сможешь изведать удовольствие за пределами человеческих возможностей у тебя больше не будет никаких мирских проблем сделает его упрем до а он ездит на кресле каталки но если вампир то ты должен заниматься только тем что упыри себе делать ну да так можешь создать себя очень огромную армию тогда уже ну в принципе а он же не знаю а не знаю что делаю остался же тогда просто нужно он набирает силы чтобы дать ему так у него задача какая он хочет вообще весь мир под себя подавнуть о чем хотя он хотел власти и богатства ну понятно это точно вот прям по полной весь мир она единственная кто знает о том трагическом дне это я спидвагон и я убедил полицию что это был несчастный случай но меня беспокоит каменная маска не могу найти ее среди обломков несчастный случай застрелены люди патроны валяются вот вам деньги возьмите это несчастный случай я пил с жонатан джостер говорю вам мое слово закона вот вам день начальник полиции убит я таком все может деньги проебать просто на взятки ему скажу мы тебя не посадим но у тебя тебе денег нет их дома нет ничего так это еще и смертный как бы ты можешь умереть уже все это бомж выходит хотелось бы верить что он рассыпалась пыль буду так думать и быстрее забуду а батя сгорел но батя то и должен был сгореть я думаю кости могли сгореть я думаю что при таком плане он следовал за нами все это время тебе такой беспорядная я смотрю в другую сторону спидвагон был не просто чувак какой-то шляпе строй он думает типа он незаметный это не не оживленная улица просто как какая-то деревенская дорога ну я просто гуляю но не она с другой стороны в ту же сторону с другой стороны он действительно мог идти куда-то просто можно стеснялся типа молодой человек с девушкой может они хотели уединиться он помешал он уже может очень культурный ничего бля не да не джорджа французик почему он испугался потому что он быстро переместился это как вот ты видишь кто-то в 50 метрах а потом бах он тут все понятно я я ебнулся на мизинец посадил слушайте он прям не нужно не насквозь у пробел так немножко под ребро ему до на пол шишечки а он маску одевал воздух из своих легких вплоть до последнего сантилитра для чего это было надо вспомнил хорошую информацию которая меня всегда радует о моих хороших друзьях ван икс у них высокая надежность широкая линия при регистрации по вот этому промокоду можно получить до шести с половиной тысяч бонусных рублей вся дополнительная информация в закрепе знакомство с ударом нужно беспокоиться с удара то есть просто у него с рукой что это происходит что это магия ты не одолеешь камень и маску с одной лишь храбростью моя рука была сломана в нескольких местах и все же что я убью тебя старик ах ты суха выходи сюда шляпник задышать его джонатан прекрати там месиво да да там уже землю бьет там земля и позвоночник он вылечил меня руку но он ударил меня он так испугался что аж его это отпиздил что такое натворил я ведь засветился и исцелился я не чувствую боли я могу даже поднять это тяжелый раз кражи он к я даже могу себе знаете что он просто взял раскалил какой-нибудь этот вопрос металлический прыжок ему послушайте я отнимаете мозг обратно сделать как было что ты сделал со мной кто-то такой задавай по одному вопросу джо 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 это сделал не я твое дыхание исцелила боль зачем ты сделал это для меня чихнул упал головой об камень острый ударил просто-то лужа огромна булыжник ляпнулся через забор как это так все человека на три минуты был в этом сериале и просто вот исцелил почему-то джорджа он перчил свои бутерброд и чихнул упал как-то узнал мое имя а где же он сейчас давали уже задевать по одному вопросу я покажу тебе ответ идем со мной как только увидишь это и поймешь кто я твоя судьба снова изменится я ударил пальцем диафрагмы чтобы изменить дыхание и заменить дыхание позволь продемонстрировать энергию моего возвлаждаемого дыхания может быть мы сейчас что-то узнаем для себя совершенно новое и вот если что-то болит юлик я могу тебе дать по солнышку я разбежимся из ноги ты только встань к стене что он сейчас жабу взорвет наверное я думаю мы сейчас узнаем частичку как бы того как автор короче законы этой вселенной это делать лужа сказка ебаная дыхательная техника ребята их вид не естественен то что я собираюсь показать даже задумали что вылечила твою сломанную руку или через жабу пройдет камень что это такое я уже знаю где это будет применено против диву конечно понятно но в каком моменте я думаю что возьмет в заложники делу эту девушку как-нибудь а если не получится с первого раза лягушки похуй да лягушка была невредима но перепугалась конечно она заикаться стал жена свою жабью семью и будет рассказывать потом я сидела грелась на хапешке никому ничего не мешало чувак заказал штаны зашел вдохнул полной груди и в ебал по мне подавлю раскололся кабельки будет нахуй сейчас попрыгаем посмотрим камень тот который раскололся таки мы тебе верим ты всегда был странным про прослывет пиздобол да жаба пиздобол энергию хамон это мясо вкусно сила хамона нарезаешь его и кушаешь там с помидорами с чесноком распространилась по телу лягушки как пульсация и разрушила камень я знаю что каменная маска не разрушена она удивила человека в маске что ты сказал ты только что сказал делу именно так я искал эту маску течение десятилетий чтобы избавить землю как от маски так и от любого кто ее наденет получается типа как хранитель маски в этом контексте скрым как поисковик маски но херс надо так он хочет ее прямо разбить уничтожить но тогда да тогда скорее всего как крестоносец найти прям вообще все окончательно эту реликвию разбить а почему она такая плохая вот я не могу понять вампиров делают так и что можно же делать во благо вампиров приставить можно да можно вот если бы у меня была такая маска я бы естественно но я же не плохой человек я бы отдела например мне говорят вот значит у нас проблема тебе нужно жрать людей чтобы жить но это издержки уже профессию ну какие-то поэтому и плохая если все вампирами захотят стать то где людей столько брать а в ней лучше я скажу просто добровольцы есть стать упырями а таких найдется дохуя я скажу зачем вам нужно это вот в петлю есть еще что то вы давайте упырями быть здесь будет бессмертная будьте на урановых шахтах работать еще где-то выше как бы бессмертная но он у вас отправил будем колонизировать вы для нас там все построить а потом мы просто оттолкнитесь и летите в космос покорять другие миры очень сильно оттолкнитесь очень сильно разбегитесь там же гравитация поменьше и за пределы марса например суждено сражаться против каменной маски если не изучишь тенды тебе придется принять свою судьбу то есть умереть как и всему человечеству не может быть он нашла чтоб не упасть от таких новостей за сук взял такой высокий дотянулся даже даже руку не выпрямил просто для него как как вот поручни в троллейбусе а ты знаешь сколько три почти 3 миша захочешь как вы в тиктоке своими что парень так здорово как дела на вторую руку протягивает точно так же я не могу впутывать арену в это дело только не еще мы стоим не могу поверить немного энергии хаммана осталось руке которую я вылечил и она вернула убидающий цветок что я что тебя забавляет что слишком просто все слишком много энергии хаммана в руке было вот она высвободилась и цветы растили но вот мне вообще все равно ты тот интересует как тут все просто у них вот у них все просто в максимально блять но не зря дотронулись ты сразу он он много тренировался на что повладеть этой техники может быть но техника мне кажется не передается человек который вообще про них они знают чем может он как хранитель знаний сейчас научит его за одну серию за пол серии за пять минут огромным потенциалом усилен от рождения он может быть тем кто спасет мир либо самым доверчивым человеку моя силу понемногу возвращается не кира вы пищевая цепочка трава поедается свиньями с людьми а мы питаемся этими людьми мы находимся на вершине пищевой цепи истинные правители мало вот более а вот это вот вообще конечно его я поел и вот я просто и поебался я очень любопытный вообще знаешь по своей сути мне вот интересно посмотреть а что внутри я был маленький я всегда разбирал часы отца компьютеры любит а сейчас я хочу просто ножик мужскую голову я уже снимал сейчас женскую сниму может они отличают что-то по-другому как носоглотка идет я вот так от разрубал рассказывает а я людей вот по носу разрубал а такая да кому-то это самое ладно все да там просто а сейчас тем вызов это как ты имела я тебя нет я сначала сам секрет саду можешь есть он прям мясо жарил обращу злодеев которые я запросто могу контролировать как рабов и вскоре мир склонится передо мной я буду стоять выше всех людей какой коварный план а неделю спустя буквы я обучался у цепили чтобы освоить то что он называл энергию хаммана но видишь одна минута никого мужества необходимые для сражения с диво какие у него мы как будто фильм с джеки чаном а это похоже на этого универсального солдата когда они под водой сидели охлаждались потому что им было очень жарко от того что они знаешь кто были там воскресили короче солдат и они охлаждались под водой потому что они как бы перегревают мертвые да и перегревались у них специальный состав был вроде как в крови который типа их это фильм кашу угоду с жан-клодом ван давом я думаю типа наверно конец 80 фига так это фантастик хорошо там вдоль фуру лунгрен снимался очень крутой фильм джо 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 позволь мне рассказать почему я разыскиваю эту маску когда я уил отцепили был молод мое желание следовать неизвестное не знала границ я присоединился к археологической группе моего отца и путешествовал по всему миру за так было пока мы не нашли подземные индийские руины неужели именно по иронии судьбы в этих руинах я наткнулся на каменную маску в чем ирония наверно ее под украл ясу возвращаясь домой кто-то по неизвестным причинам отдел маску и высвободил ее силу же есть какая вы обезглавливая своих друзей и разрывая их конечности одну за другой все 58 человек на корабле были бы жалостно убиты но я нырнул в воду так это значит что есть где-то в мире еще один вампир но если только корабль не утонул вместе с того что ему станет он там с мы столько людей сожрал они летать умеют и по стенам ходить я не думаю что его вода стандарт а летать умеет и подожди нету при по идее должны пить все равно кровь человек жирного мяса да 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 но для жрать нас хорошо а если находились допустим где-нибудь в центре океана тогда бы цепель не спасся ну да что тут не так вот он и всплывет меня но в тот момент зашло солнце а от кону курить равно чуть-чуть не увидеть не его же не укусили лицо не спели дать но это был глава археологической экспедиции ланой отец корабль и плыл горизонт вы вместе с каменной маской на борту я был в ужасе когда нибудь и где-нибудь это каменная маска могла быть активирована снова и все перекаченные были в любом в любом возрасте слушай раньше такая жизнь была что пришел приходилось конечно да если ты был не накачанный то умирал то есть это естественно отбор боясь ты не смог накачаться 100 тебя нету предрасположенности к этому все чувак где крышка у нас все крестьяне ходят как вот мистер олимпия сами вот кони наоборот вот лежат отдыхают они такие типа ну ка коня на шею одевать что было тяжелее и что тепло было и сами пашут они такие типа это кто такие крестьяне а еще они будут не поднимают и идут вам пизды короли вообще огромные не очень большие у них замки как тыквы знаешь когда 8 метров в высоту человек чтобы проходить человек а дверь еще выше вот бы быть огромным таким до меня никто не доебется вообще но если на неудобно в транспорт заходить ну а так это был пешком бегать там 5 шагов и ты на месте такие так это наклониться до корточки сесть и очень сильно оттолкнуться и прыгнуть через весь город поэтому мне нужно было найти способ противостоять ей он отдыхание держать и привело меня к пути хаммана как он выжил то не расскажет из потока собственной крови с другой стороны каменная маска черпает свою силу из поглощения крови других это разные стороны одной энергии вот она как для уничтожения одних кругов нужно создать другие именно если сможешь ударить с большей силы то века дальнейших как просто звучит если ты бьешь сильнее то ты побеждаешь кидаем камешек маленький маленькие волны кидаешь большой большие и вот так вот ты он так вот а теперь догадайся чтобы это могло значить такой умный учитель не саре магия как у доктора стрэндж похоже возникающий благодаря хаммону имеет ту же форму что и лучи солнца мистер цепили пожалуйста научите мне использовать хаммон у него его и не заставил тебе силой не желает быть превыше людей а ты величайшая преграду на пути к достижению этой цели но в углу стоит в воде а ему похуй а это свинья не зачем это надо кому она у него киснуть начнет там лето это все там у него спарятся да да вот он выйдет это все у него кожа между этих пальчиков начнет отходить там грибок появится еще какие-то микробы из речки он когда снимается сапоги там просто гной можно выливать вот так да да он смотрит он такой мощный перевязать чем-то нет хуни не он снимает он вот так вот ногу делает это для хаммона полезно да я становлюсь сильнее а я может просто сейчас ботиночки сниму снимает пальцы остались в ёбаном ботинке одевает джорджу ты уже достаточно опытные нажми пальцем на ботинок он нажимает мизинцем он такой я ничего не чувствую спизда мне но но джорджу нужно сейчас какой-то человек который будет его заменять отца да то есть это будет его наставник которому будет всегда его служить и вот это наверное да ищу бы ищу как тебя всегда отбирает только все самое любимое у джорджа и мы связаны это того что кровь переносит из легких по телу поэтому кислород все ли связан с клетками клетки это тело другими словами тебе нужно создать хаммон в своем теле как если бы ты был воде а если у джорджа ферритин маленький в крови железа не хватает а диабет кислород не доходит до клеток и никакого хаммона не будет ну тогда и ты получается биомусор извини но я наверно сря тебе руку вылечу опять где было все пальцами тык и поддыхало ему дал опять закажется астма появилась он такой блять теперь я теперь у тебя спит он такой . кстати это хорошо можно заразить им будет дио да он же будет кровь удлинилась что происходит я называю это приближающийся удар я смещаю суставы чтобы удлинить руку и подавляю последующую боль используя энергию хаммона джорджа кук не теряй свой ритм дыхания энергия чувствительно к своему психическому состоянию того но их нашел город в горах он их и не искал он постоянно за ними просто ходит просто не всегда показывают как они общаются просто сидел где-нибудь вот неподалеку и потом вдруг увидел повозку и сразу распить но такой человек нужен на самом деле который будет значить шныри вон везде будет все знать у него везде свои люди есть вот зачем помогаете почему это надо его ему без пяти минут пизды дали он все равно но хочет дружить с таким выводишь ты вам надоело уже со штырями он самый крутой штырь ему похуй ему нужного джорджа не видно ведь да я получил подтверждение слухов о том что люди видели кого-то похожего на диво говорят что много жителей пропало времени тебе придется всех пожирал им настоящих сражений наверно сейчас очень силен я готов к бою вот и мест в земле видно как и планировали мы сможем действовать до тех пор поцелуи это шанс даже не потрощавшись с эриной да она уж мужика все заведет она его с детства считай он потом возвращается обратно уже маску разбили дио победили она с пузом и 3 рядом и тому что когда я ездила на меня кинул из-за беременна всего-то 30 лет пройдет пизды вытекала сперва значит это она была что беременна получается целых три раза значит сколько раз не окончали за минимум три сосчитать минимум четыре на беременном четыре раз и он такой эти дети все разные разве от всех других черные зеленые какие угодно но не одна у меня и по словам еще и первые меня диво а он с ней даже не целовался пусть и даже не целовался шлюха и писать вот какая награда ему что раздолбанная пилотка раздолбанная очко спидвагона награду тугое он в этих своих секте с дружками и всех тебя в эту в переулке своем нагуливал там но не знаю уже самый главный был и чего все и будут на типовый он может он может когда он хочет и ему никто ничего не имеет права сказать даже плохо не подумают искал на это ли у нас только большой авторитет я хочу и бас вы знаете что значит он берет ложится живота на стол и говорит так и подходите по одному это он такая же мерзкие ублюдки а не да сначала ножиком а чувак так а там у него человек плюнул и он такой у тебя есть честь ты решил что мне должно быть не больно теперь ты мой друг мы с тобой будем ходить где попала у тебя есть друзья с масками я увижусь за тобой можно сказать слушай спидвагон ты если честно человек может и хорошим мы тебя не звали блять я такой а у вас всех спид вы как бы без меня не сможете вы не не думали что как бы у меня прическа спидвагон ой какая я сказал прическа речи у меня уже мозг отмирает от чего я хотел сказать клички слова путаю все я совсем плохо ребята обязательно подписывайтесь на мой канал потому что инсульт за инсультом микроинсульта хуячит мы сидим у нас уже было штук 56 фейерверк видите я слова путаю не могу слова составлять предложение очень сложно мне это дается обязательно подписывайтесь интересным солнце свет не попадает сюда и кучер у паны в роды так коня убит и дать его и у старых голов нету это сделать джек потрошитель да наверно он подошлали ножики подальше он вылез из коня он забрался сначала он забрался в коня потом из него были а конь даже не упал он залез коня скушал его внутренности и сейчас вниз охуеть он конечно это сильный противник я думаю возьми кто этот парень он скрывался в селе лошади скрывался жестоко безумен даже лучше чем дело и где у суда у еще больше живых компаньонов вы двое отойдите я буду сражаться хера он жесткий интересно что это с вами он если в носу ковыряется это вино он же бутылку не опасно он ковыряется забылся и пробил себе дыру через скулу вот так вот полумесяцем тебе голова хоть может себя залечить поставить себе точек но не знаю даже вот такой талантливый человек с такими этими занимается какой-то хуйню я конечно понимаю что искать маску это большое дело откуда он знал что она не пропала и кара я напоминаю товарищ монтажер что нужно все это говно замазывать кровь мясо глаза летающие да но в живую смотрите конечно очень весело по которому дана способность есть людей жить вечно есть ли здесь лишь по воле дива можно сказать куколу во платье я покажу тебе истинный ужас а пока ты будешь стоять бледный как призрак вкушу тепло твоей крови ой ёх приготовьтесь к счастью насекомые чё творит он сам себя проткнул чтобы их напугать но это пугает это пугает я бы испугался он сразу тебе дает понять что это не смысл не надо драться просто стоил стой на месте сделай вот так чтобы удобнее тебя был зарезан мистер вампир если вы хотите дать покончим с нас я стану прям я умру он желтый а не может обращать правильно понимаю видимо да только вампир может делать упыри иначе бы сейчас лошади упыри были что не и что же он задумал если бы я был им джорджа это первый стиль мышления в бою что бы ты делал будучи на месте своего врага у них столько много времени что все это обсуждать человек стоит он ждет что вы будете делать вот как они такие я бы побежал бы прямо сейчас вот на выход с криком тогда там на улице день он не сможет выйти уже нет упыри наверно могут не мол не могут смысле вот чувака вдруг он быстрее бегу точно тот который одел маску он же не стала прямо стал вампиром дака бомж значит что он сгорел да а этот уже обращенный может быть действительно он да может и на солнце оставаться и поэтому заблокировал бы туннель он так и сделает на смысл бежать тогда был нету смысл планировал сломать ход кину в карету сам плохой стат сейчас спидвагон находится у него нет силы и его первым могут убить атакует такое это лезвие скальпель прорезает хожу по всему его телу вот он что вот как он смог купить кусера в одном давении это вообще пофигу он с таким акцентчиком говорит гораздо острее чем твои скальпели тёжо это второе стиль мышления в бою ты же знаешь блог до этих маленьких насекомых первые стиль мышления в бою думы как противник с 2 стиль мышления режущий хама на стрелях любых лезвий пускай его из рук разрезай все на своем пути да да и он в резкий резкий рост безумия сделал атаку такой джорджа поговорим про бута блоки клопы чесал хоть мы люди великона для них они все равно нападают на нас и что можешь ли ты сказать что это отвага ну нет блоки не обладают отвагой что такое отвага дед не пиздец сейчас все убьет его и подчинение страх сбывает дыхание но когда преодолеваешь его ритм дыхания не изменяется техника дыхания хаммана результат отваги людей гимн человечества гимн отваги великолепие человечества великолепие отваги независимо от того насколько могут быть сильнее зомби они не знают отваги они ничем не отличаются вот что него просто в дребезге и вино не разлил да даже стаканчиком остался может разорвать скани монстра на куски нифига он такой сильно оказался бессмертный джорджа ты закончишь на счет и я уничтожь мозг этого создания иначе кровопийцу не одолеть мозг надо да как вы смеете я вас всех порешу когда они успели построить секретный туннель а может он и был он так и самоуверенно вот просто вот и маленький осколочек стекла туда бам хамман залезь хаммана выпивает а ты даже лезвием херанули да она прорезала стекло что там осталось я учу осколков просто и он просто съел и пищевод разрезался и он такой вот закончена читай давай иди скорее смотри как я умер я порезался осколком бутылки ответ на судовище не пролив ни капли вина 3 стиль мышления жертву своими учениками выжившие самые сильные используя их как пушечное мясо отправляя их на битву с тем вообще кого не пирос чего пыль боится как его одолеть и что нужно делать и он даже иди я тебя всему научил джорджо ни разу никого не ударил мизинцем блять даже не победишь ты чмо ты чмо папа не любишь однако капля упала он такой все ты спидвагон теперь мой сын серьги им подбивла доволна отдыха 7 мой слов пр beraber что доброволен однако здесь у кого оказывает truck теперь его coupon аня он можно сказал бы теперь к widespread и spoons как PV odh как я атаку никто не пролаг и фигон его он делается так герою века обратно заткнул и дает себе иди пиздить как мне тебя побить я понял викинг отважным делу северные ветра верно правильно так что это надо лох перед собой это место построено так что всегда буду темные участки прикольно они в тоннеле или нет мой факел замок тоннеле и это такое это у него какие-то сербосеки какие-то на спине у него какая-то он вот так делает мясорубка они вот так вот вылазит и он это хуя еще летает подпрыгивает прикинь и он улетел в темноту на много кусочков порезал ну теперь вылетит хуй знает это очень опасно еще вина не заправить а вот ничего не опасается за жизнь даю не думал просто в а в конце куб выплевать лучше даже не хранить его вот в защите за щечками а прям вот проглотить она будет на меня но теперь не могу сказать откуда вот отсюда мне кажется чего чувство я чувствую запах крови текущий в себе первый стиль мышления в бою я думал сейчас услышит были тоже в этом году где-то охуенно большое лезвие блестит огромное просто судя по звуку тебе на место врага он должен быть где-то рядом и второй стиль мышления в бою овладеть своим страхом тогда дыхание не дрогнет и легко сказали в грозу в твою артерию и вырву кровеносные сосуды пока ты будешь ошарашен суровый сильный ветер северного ледовитого океана породил храбрых и крепких викингов другими словами если ты достаточно мудр то сможешь обратить времена лишения себе на пользу интересно станет ли вино его катализатором если нет что у него не будет ни шанса против тебя то есть у него есть задача не просто убить а первее всего главнее это не пролить ни капли вина но это говорит катализатор к раскрытию его внутренних слонял и он будет супер стараться всячески эту силу использую так чтобы очень интересно кстати но на самом-то деле это как бросать человека в воду чтобы он научился плавать типа того только еще привязывать кирпичи к ногам чтобы он лучше научился сразу ловцом стал чтобы научился сразу знаешь все вместе из специальных этих ловушек вот как северный ветер это вино я чувствую хаман вина через стекло через руку через тело и через землю я могу чувствовать вибрацию его жизненной энергии это вино индикатор хаммана ты знали ноги что за кого-то жить игре словно сгорает вот и где кровопийца хаман пройди сквозь стену хаман овердрайв хаман овердрайв хаман овердрайв хаман овердрайв хаман овердрайв через стену убьют а это вот что было как слегу жива лучшее средство против вампиров от хаман хаман и вино неплохо слушай ну такой не и урод дома точно так же а какие вот юра сидит дом юра охотник на вампир охотник на аперов он говорит я не могу выходить на улицу сейчас не люблю я люблю гублайт он не может днем выходить поэтому он только ночью живет и хаманом пиздит упырей ты хочешь это за вампир это полу вампир а это полу вампир полукровка на Но, видишь, как бы тут очень важно знать, что он как бы может выходить в нем, но не хочешь. А вино пьет. Или Юра жесткий вампир, который овладел Хаммоном. Или так. Злой, да? Продолжение следует. На этом все, дорогие друзья. Как все быстро закончилось. Подписывайтесь на мой канал, на канал Антона. Там мы тоже смотрим аниме. Нет игры, нет жизни. И обязательно переходите по ссылке в описании. Ищите плейлист совсем все время в порядке. На этом все. Всем пока. Пока.